Все разумные доводы ЗАР разбиваются ненаучными против. Мифы о вакцинации гуляют в сети и молниеносно разлетаются. И все так называемые диванные эксперты до хрипоты спорят с учеными и врачами об эффективности противоковидных вакцин. В результате общественная палата Чувашии буквально была вынуждена провести круглый стол. Разрушители мифов и легенд привели научные факты, подкрепленные разумными аргументами. Один из первых мифов – вакцина влияет на здоровье будущих мам и пап. Ильдар Абызов, главный врач БСМП, утверждает – это досужие домыслы. Все те виды вакцин, которые сейчас есть в нашем арсенале, они не вызывают болезни. То есть они не запускают патологический каскад, в том числе и не запускают повреждения сосудистого роста. Поэтому, конечно же, после вакцинации ни в коем случае не следует ждать. И мы видим, значит, интерспективно этого и нет, значит, каких бы то ни было влияний на репродуктивную систему. Еще один миф – иерархи Русской Православной Церкви не дали благословения на вакцинацию своей пастве. Те, которые говорят, что не будут прививаться по религиозным соображениям, они либо не сведущие в вопросах религии, либо просто лукавят. Потому что мы-то как раз призываем прививаться. Есть мнение, что вместе с вакциной человеку вводят лошадиную дозу вируса и смотрят, заболеет или нет, выживет или нет. В Госдуме рассматривают закон об уголовной ответственности за такие сказки. Вакцинация заболеть невозможно. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда после первого укола человек заболевает. Это почему происходит? Потому что человек пришел на вакцинацию, он хорошо себя чувствует, но он уже был как бы носителем вот этого вируса. Или он последние 5-7 дней встречался с кем-то, контактировал с болеющим ковидом. То есть, видите, вирус попадает, когда в организм заболевания не сразу развивается, а инкубационный период проходит до 14 дней. Вот, видимо, он прибился во время инкубационного периода и после вакцинации может заболеть. Такие риски есть. Участники круглого стола прекрасно понимали, что анонимные всезнайки из глобальной сети назовут их позицию пропагандой и попыткой зомбировать человечество. Но только наука 21 века не позволит всем нам оказаться в веке пещерном, когда интернета никакого не было. О страшилке у костра уже рассказывали.